Приветствую вас друзья, рад видеть на своем канале. Сегодня мы находимся в городе Нижний Тайгил, Свердловская область. Посещаем местные баяны. Да, вам здесь... Ну это дикий. Посещаем местные баяны. Один из таких главных, объемных, заброшенных мест. Это училище, бывшее военное училище. Сейчас точно по адресу не скажу. Если интересно, могу скинуть в описании адрес, потому что это место довольно известное и популярное. И обсудится свободным доступом. Минус в том, что тут дикая гипетерия. У нас уже гавкаются собаки. Они нас боятся. Это главный плац. Соответственно, основные корпуса, учебные казармы. Вот, я понимаю, здесь же жили, скорее всего, юниты. Два корпуса больших. Соответственно, плац. А там, за кустами, находится ДК. Возможно, кстати, это не ДК. Возможно, это была столовая. Кстати, это более логично, что тут будет своя столовая. Единственное, что столовую сейчас псевдопсы, короче, оккупировали. И мы, наверное, туда не пойдем, потому что мы нафига, наверное, конфликт. Мы сейчас заглянем в одно из зданий. Сейчас мы решим, в какое. Вот это выходит совершенно своим фасадом на главную дорогу. Я пошел, зайду. Вот, смотрите, тут раньше входная группа была для лепнины украшена. Единственное, что для лепнины мало что осталось. Само здание трехэтажное. Территория когда-то была закрыта и огорожена своим забором. То есть так просто сюда было не попасть. Попадали только те, кто, соответственно, тут учился, где-то занимался. Хотя вот этот столовик выходит прямо на улицу. Ну да, он выходит в забор, просто в бетонной забор, ничего там нет. Тут явно когда-то был пожар. И если посмотреть на пол, на стены, что тут очень много деревянных элементов, в том числе межэтажные перекрытия, они все деревянные. То есть в те годы, когда еще железобетонные перекрытия были либо не до конца освоены, либо они были слишком дорогие для этого предприятия. Поэтому для удешевления производства используются дерево. Но минус дерева в том, что срок службы у него меньше. Поэтому со временем тут все прогнило. Большая часть построек в данный момент на территории уже разрушена, либо разрушена временем, либо им все-таки помогли. В итоге остается вот это здание, еще один большой корпус, который мы сейчас решили все-таки заглянуть. Ну и ДК, который поппировал стая собак. Прямо времена стая, поэтому лучше лишь на раз туда не соваться, потому что такие дикие псы, если они освоились на этой территории, они могут и напасть. Особенно если у сучки есть щенятов. Это не шутки на самом деле. Ну и я сам как бы боюсь собак, поэтому не горю желание туда соваться. Вход во второе здание, он более такой масштабный что ли, я бы сказал. Тоже, смотрите, сохранилась ливнина. Где-то местами уже плитки отвалились, но еще есть. Это скорее всего было именно типа учебного корпуса. То есть корпус рассчитан на большой поток людей. Ну да, смотрите, какая тут входная группа, какая лестница. Интересно даже. Показательная раскраска лестниц в такой именно военной, военной манере. Что края размечены. Тут, видимо, когда-то стояла стена из стеклоблоков, которые, к сожалению, все пофиксили. Ужай, кого-то руки чесают, видимо. Все вот это, все эти кабинеты, которые мы сейчас проходим, это когда был учебный класс, молодежь, чтобы сохранилась доска и вот эта вот группа, где раньше лежали все эти принадлежности для учителя, там, чертилки, милы, тряпочки и прочее, и прочее. То есть здесь, в этих кабинетах когда-то получали знания. В этом плане очень удивительно, что хоть тут полный хаос и дестрой, но даже остались какие-то предметы. Это когда-то кафедра учителя, доска и ее окружение. Ну, странно, что кругом вроде такой дестрой, а это все еще осталось. Судя по всему, школьники обижены на учебную систему, тут знатно постарались. Между прочим, каждая аудитория довольно большая и объемная. Это значит, что она рассчитана на количество человек, я думаю, от 30 до 40, даже больше. Ну, значит, училось тут прям дофига народу. По ходу дела в этой аудитории обучали, ну, строителей. Строй-бат людей готовили. А тут состав обслуживающего персонала. На этом мы, наверное, закончим осмотр данного заведения, потому что, ну, больше я не вижу смысла тут ходить. Мы для себя общую картину составили, посмотрели, какие-то интересности, фишки. Вот все заценили, поэтому мы пойдем дальше. У нас еще обширная программа. А вы не забывайте подписываться на канал, чтобы узнать, где мы еще были в Тагиле, где мы еще были в окрестностях Тагила. Возможно, вы что-то подчеркнете для себя интересное из мест. Ну и посмотрите все остальные мои видосы, потому что там также много всего интересного. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok